здравствуйте друзья вы видите спаржу которую так грубо по-мужски ломает гена вы видите самого гену и просто здравствуйте дорогие друзья я жизнь просто спаржи ломаю в чем смысл действия вот этого смысл в том что мы сейчас будем делать блюдо первое которое называется так вот и это будет французский суп пюре делается все очень просто берется вот я просто показываю так вот это вот пакетик со спаржей пакетик со спаржей так хорошо спаржа моется это важно потом ей в принципе можно не учим кончик отчипнул год вот хороший вопрос зачем отщипнул кончик хороший вопрос значит это потом когда уже весь суп будет готов мы добавляем последние три минуты добавляем вот этот вот головочку скажем хвостик она чуть-чуть быстрее нет хвостик автор стороны она быстрее разваливается и это добавляется уже в суп пюре нижнюю часть мы сломан у нас будет суп пюре а куда мы деваем просто выкидываем нижняя часть нам не нужно за отсутствием нежности мы с ней расстаемся а можно купить например можно спаржу тоненькую так есть то можно спаржу я-то думал вот о чем что если я буду на второе делать не только спаржу буду делать спаржу с рыбой вот то нет они отлично вы отламываются даже не нужно резать да вот тут тогда не годится кто же станет друзья резать лучше спаржу если можно отломать совершенно очевидно не не мужское это дело резать не царская это дело вот так вот на самом деле из вот идеальная спаржа чуть тоньше этой ночи толще той которая вот сейчас продается в некоторых магазинах почему-то совершенно тоненькая вот она просто она когда я сделаешь в духовке она станет как каша нас это спаржа нормально она будет такая относительно тверденькая так вот ее гораздо приятнее будет есть я друзья напоминаю что у нас теперь на даче в санта-круз меняется политика по приему гостей начи у нас теперь гости приезжают и делают под видео делают какую-то очень здоровую и питательную еду у нас такая как бы будет видео книга о здоровой и вкусной пищи а вот у нас гарик прораб который приехал с сумкой но я не горюжа с супругой вместе они приехали с сумкой так что будем готовить какой нас ассортимент так у нас было так курочка сделала офигительные персы фашированные так мясом два вида мяса так курочка сделала офигительный салат тысячи видов трав овощей и немножко выпить как обычно все помыто чего теперь будет все помыто и сломано значит и в идеале режется лук репчатый лук немножко которого не оказалось пока его не оказалось но у нас сегодня кое-чего еще не у нас есть сухой лук нет сухой лук не годится нужен обычный лук но в общем в конце концов обойдемся без него капелька масла на донышко вот именно в кастрюле я уже таким маслом и авокадо сейчас взяли авокадо масло можно оливковое то есть совершенно все равно чуть-чуть это томится капельку совсем капельку а потом как только вскипит вода мы заливаем кипяченой водичкой так только так не очень много воды чтобы только покрыла сверху все вот это вот вот бутылочка я вижу вот этим да да совсем чуть-чуть ну хорошо мы еще мы еще не знаю мы сейчас посмотрим как будем заливать и томить и так перевозить сейчас какой из них такой сложные это очень сложные все машины так сейчас она чуть-чуть притомиться но воды там пока нет там только воды пока еще нет сейчас мы чуть-чуть притомим вот это без крышки крышку не хотим пока без пока без как тоже уже видно там снизу красненьким вот друзья вот оно красненьким сейчас мы его потихонечку притомим совсем недолго должно сок дать или что не ничего не нужно дать просто чуть-чуть притомиться тёпленькая вот это все потом будет супом да это все потом будет супом причем не просто супа мусора туры пюре суп пюре французский из спаржи а чем чесночок какой будет нет есть только лучок только лучок потом вообще по идее когда уже суп готов туда надо добавить немножко шафрана так но поскольку шафрана вообще большие проблемы то с ней так чтобы очень большие проблемы в стране шафрана настоящего шафрана в год добывается всего 300 тонн где вот где хороший вопрос где где он растет это за границей или да нет в отечестве нет не растет шафран вот и там очень сложная система значит шафран можно собирать всего пять дней и желательно собирать только на второй день пустовок цветок открылся и только в течение двух часов поэтому очень дорого он стоит невероятно дорого сейчас появились какие-то заменители шафрана которые на самом деле больше являются турмериком поэтому мы шафран супер дорогого стоящий заменим турмериком турмерик есть турмерик есть я привез с собой турмерика сейчас она чуть-чуть еще притомится капельку совсем и на это все закроем это друзья у нас такой чоп в виду чертова порубленный такой до лучок для тебя понюхаю так смотрим на блогера нюхающего ой все я бы я нула я бы выреза пик вырезала же банала лучком хорошо пахнет . такой концентрированы вот такими кусочками друзья светлана что-то готовила мощная замышляет светочка что ты замышляешь я хочу делать заправку для салата которая полезна и низкокалорийная вот это у нас горчица это горчица в порошке но то что я внизу тут вот это вот это йогурт из кокосового молока он такой в общем числе диетические так как ничего в нем нет как они мне божевые бактерии бактерии конечно света что ты насыпаешь это соль гималайская розовая и немного соли то теперь это что горчица давай горчицу смотрим друзья это прям как на горчичник немного горчички так что дальше будет хозяйка сознательно сюда еще стивио положить стивио это такой подсластите это травка так это светлана достает покажи бутылочку покажи что это это уксус и что с уксусом у нас отношения какие подсластите это коробочка стиви вот она травка такая сладенькая без сахара очень полезно все пакетик взяла да я думаю что пакетик мне намного так говори громче если я это сам экспериментируя на вкус я так не умею следовать рецептом поэтому так чуть-чуть на глазок хорошо и яблочный существенно что яблочный или так я дам потому что яблочный уксус из всех уксусов как бы самый полезный так хорошо ну и и это уже будет готово или снегады еще что-то будет нет но дальше мы я сейчас попробую как оно что может добавить сюда каких-то травм да да но я не имею ввиду что оно в дальнейшей какой-то обработке не подлежит просто такой соус и все просто мы сюда добавим сейчас может чтобы оно острее было может перца добавим сейчас посмотрим думаю что горчицы мало так добавляем горчички сейчас мы его доведем до какой-то консистенции так чтобы уже есть нельзя было совсем ты так как-то оптимистично это друзья рецепт который рождается на ходу так я понимаю ну да а идея рецепта откуда взялась идея где-то на интернете подхватил но там другой был там был обычный йогурт хорошо ну пробуй теперь что получилось то ну уже лучше так еще добавляем добавляем много не было там советовали обычную кортицу но дело в том что обычная кортица которая уже замешана там не добавлен обычный термирик то есть там нечистая горчица а еще что то есть чистая горчица но может быть не чистая горчица может быть даже лучше достигнута достигнута так теперь еще уксуса мне кажется ты вот зря в ложку заливаешь но плеснуло мы друзья сахар не будем класть мы только подсластить достаточно острее чтобы в салате чувствовать у нас сегодня такой большой кулинарный день я назвал гастрономический так подсластитель пошел уже был там сколько-то там совсем что из одного пакетика еще 3 осталось сначала было 3 пакетика сейчас стало две трети нет а ну давай ладно давай сейчас друзья мы видим блогера виду что это приправка это не не чисто как будто и лизать ее языком ну хорошо ну что друзья спаржа наша скоро закипит и мы ее пока крышечкой да так нежно накрыли и ждем огонь сильный на сильном огне стоит просто чтобы все хотят быстро есть поэтому мучить больше можно чтобы не для нее можно быстрее это абсолютно не важно главное что когда закипит чтобы это вода кипела не больше чем три минуты через три минуты надо снимать а то развалится да и все это перебрасывать в блендер теперь происходит сварился аспарагус так мы его порезали вот на такие вот кусочек помельче хорошо ночь и сейчас мы это в блендер все положили я заливаю чуть-чуть вот то в чем он варилась а то есть это есть специально сиропа собственном соку собственном соку так и что теперь все и начинаю и нажимаем если тут есть пюре оно должно быть вот пюре-пюре номер 3 так под я мой голос прорывается через грохот блендера вы видите как делается пюре мы так чисто визуально определяем до степени пюре спасти можно если что можно немножечко добавить еще воды сейчас посмотрим так давай глянем из этого получилось вот такое пюре но поскольку у нас сегодня больше чем я думал да вот так мы добавим немножко водички чуть-чуть пюре чуть-чуть но зато на всех хватит отлично сейчас еще сейчас еще раз поставим натурат после дуги гарно выключили так моем кастрюльку и но это не то что она нам дальше нужно нужно вот именно тут час она нужна нужна из дома привела друзья гена привез из дома кастрюльку там всякий случай я думал у нас нету не знаю не нужно просто железненькая если у вас такая да это бывает бывает все теперь мы то что было в этом блендере мы все выливаем все выливаем в кастрюльку то есть кастрюлька была таки нужно так конечно выливаем так 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 это сделать и зеленым змеем как-то это все достаточно просто да да все если очень густой можно так и ручка у тебя есть возможность передать привет тем кто нас смотрит в харьков харькове ну харьков любимый город прожила всю жизнь с тем что единственный столица передавай привет передать как решите передать привет моим сотрудникам скажите им что так скажите тю нет ну тю я говорить не буду сотрудников уже тоже в общем они там но кто-то если остался передаю привет любимый город может спать но нет но безусловно люди там не я вообще не знаю для кого вообще нужно что вы записываете все рецепты у нас там любая женщина умела все готовит я помехала открыла рецепт и смотрю мне рецепт записан на перфокарте то есть старые добрые времена мы приносили на работу еду угощали друг друга записывали рецепты ту же вот под рукой это было было айбем это было слышишь скажи как харьков было со снабжением при коммунистах плохо или вы на рынке все покупали ну покупали на рынках надо было желательно кого-то знать ну на рынках конечно но если кого-то знать что все-таки было если знать тогда друзья баночка с твердиком такой рыжий желтый желтый это вот то что сегодня мы используем вместо шифра понял и туда уже не когда сюда чуть-чуть уже немножко насыпал также совсем чуть-чуть да вот красного красного молотого чуть-чуть перец красный совсем чуть-чуть и посолить бы ну вот только я вот у нас вот красный вот красный стоит вот этот вот вот это да я не повар селёй если кого из кожа света вот ее валюта читает как бы такая соль что в ней именно соли меньше на 3 флоры все и мои верхушечки герой уже сломали вверху мы сломали жизнь в самом начале вершки вершки мы добавляем к корешкам такой но они при этом не будут пюре они не будут пюре но они быстрее гораздо развалится чем все остальное ну то есть они все равно будут они будут мягкие они потеряют форму то есть появится что-то на зуб что можно будет укусить ну что друзья вот он французский супчик и давай кусочек смысле кусочек ложечку и скажешь что что получилось сегодня подопытный кролик но кольчей кто-то же должен для коллектива очень вкусно так очень вкусно очень полезно сюда обычно идет еще или сметана для тех кто не на диете или ложечка нежирного йогурта хорошо для тех кто на диете так отлично вот этот хлебчик такой смотри рисовый коржик такой вот они тут стоят из коричневого риса браун риса да это якобы и хлеба в то же время нет да хорошо светочка охарактеризуй вот это напоминает немножко буженинку но но что это конкретно чем она фарширована что это громко поди сюда это индюшачья грудка фаршированная рисом и грибами запеченная моей любимой кастрюле а кто фаршировал я купила готовую же сырую фаршированную а дальше приготовила понял то есть твоя задача была просто приготовить да но самое главное она планировала запекаться в духовке а я ее запекала свою любимую кастрюлю понял понял что это за состав это я не спорю а что это это фактически гарнир из чечевицы с овощами это вот то что мы вчера приобретали розового цвета так она консистенции гарнира так салатик очевидные совершенно капуста редиспочка тут что-то такое это салат который мы на днях рассказывали как делать из сырой свеклы там капустки с орешками этот мы недавно характеризовывали сухая вишня у светланы она сама себе добавляет обычно вишенки ну что причем послал